Ужас сковывает движения, сердце готово выскочить из груди, а мозг рисует самые жуткие картинки. Страхи и фобии. О, как же они усложняют нам жизнь и мешают идти к поставленным целям. Сегодня поговорим о самой распространенной фобии человека – страх публичного выступления. В повседневной жизни нам периодически приходится обращаться к аудитории, и в такие моменты из-за волнения бывает непросто собраться с мыслями и уверенно высказать свое мнение. Давайте разберемся, почему так происходит и что можно с этим сделать. Когда нам страшно, организм запускает инстинктивную реакцию «бей или беги». Начинается химический процесс, который готовит тело к определенным действиям, что проявляется как резкий подъем уровня адреналина в крови. Однако парадокс заключается в том, что адреналин также дает энергию и для публичного выступления. И в такой ситуации очень важно уметь контролировать его уровень. Избыток адреналина плохо, он сжигает все на своем пути, пересыхает во рту, сжимается горло, подкашиваются ноги, а в голове белый лист. Происходит это потому, что задача адреналина – стимулировать мышцы. А если мышцы не используются по назначению, адреналин заставляет их сжиматься. Вот почему в состоянии нервного напряжения мы порой начинаем дрожать. Кто-то прибегает к радикальному методу и начинает принимать успокоительные средства. Но, друзья, это большая ошибка, так как возникает побочный эффект. Тон становится безразличным, голос тихим, энергия речи стремится к нулю, и слушателям неимоверно скучно и неинтересно. Вот почему не нужно глушить адреналин, а нужно управлять этим естественным энергетиком. И есть множество способов, которые помогут использовать адреналин в нашу пользу. О самых важных, на мой взгляд, я вам сейчас расскажу. Первое. Думайте о людях. Если вам предстоит выступить речью, значит у вас есть нечто важное, чем вы можете поделиться с другими людьми. Поэтому смысл и цель вашего выступления – показать не себя во всей красе, а поделиться чем-то ценным со своей аудиторией. Усвоите самое главное – вы слушаете идеи тому, ради чего вы вышли на сцену, кафедру или включили камеру и обратили на себя взоры слушающих. Они хотят получить что-то для себя, и вы обязаны им это дать. Переведя фокус внимания с себя на тех, для кого вы выступаете, значительно снизит тревожность. Второе. Репетиция. Используйте свой страх, как мотивацию тщательней готовиться. И в этом случае самое лучшее, что вы можете сделать – это репетировать. Вообще, на мой взгляд, это самый эффективный метод. Произнесите несколько раз свою речь и запишите видео. Обратите внимание не только на то, что вы говорите, но и на то, как вы это делаете. Мимика, жесты, поза, темп дыхания, осанка, выражение лица – все эти факторы в совокупности оказывают большое влияние на восприятие речи слушателями. Произнесите речь, собрав перед собой несколько родных или друзей. Таким образом, вы с каждым разом будете все увереннее произносить свою речь. Можете даже представить, что перед вами сидит очень глупый человек. Ну, или же годовалый ребенок. И ваша задача – самым доступным способом объяснить вымышленному слушателю ключевые моменты вашей речи. В ходе репетиции возрастает уверенность, исчезает страх, и качество выступления станет гораздо лучше. Третье. Доверяйте своему телу. Перед выходом вы можете проделать ряд упражнений, которые помогут разумно направить поток адреналина. Первое и самое главное – это дыхание. Дышите глубоко. Приток кислорода также принесет с собой и спокойствие. Сделать это можно даже сидя на стуле. Дышите животом и делайте это медленно. Повторите такие вдохи и выдохи не менее 10 раз. Если есть возможность, то попробуйте выполнить более энергичные физические упражнения. Поприседайте, отожмитесь от пола, поднимитесь по лестнице или просто походите по комнате. Это поможет немного сжечь адреналин и успокоиться. И еще. Пейте воду. Самый неприятный побочный эффект адреналина – это пересохший рот. В такой ситуации говорить очень трудно. Следите за обезвоживанием своего организма. За 5 минут до выступления выпейте стакан воды. И обязательно имейте воду поблизости, чтобы в случае необходимости вы могли сделать глоток воды во время выступления. 4. Запомните, вы живой человек и имеете право быть несовершенным. Не бойтесь ошибиться, это абсолютно нормально. Более того, это даже очень хорошо. Слушатели с симпатией относятся к искренним ораторам, которые способны не скрывать свою уязвимость. И относятся к этому с долей самоиронии. Ваши слушатели сразу же проникнутся к вам теплыми чувствами, когда увидят вас живого человека, а не робота. Запомните, друзья, люди, которые не ошибаются, холодны как лед. Пятое. Ищите друзей. Найдите среди слушающих лица, которые покажутся вам доброжелательными. Если сможете найти 3-4 таких человека в разных частях зала, обращайтесь к ним, переводя взгляд с одного на другого. Можете пригласить на выступление своих настоящих друзей. Приятные добрые лица помогут вернуть вам спокойствие и уверенность. Шестое. Имейте запасной план. Если вы волнуетесь, что что-то может пойти не так, проработайте вариант Б, а также С и Д. Держите под рукой заметки или текст выступления. Имейте в запасе небольшую историю, относящуюся к теме вашего выступления, чтобы в случае необходимости заполнить неловкую паузу. Подготовьте несколько вопросов для своих слушателей и поведите с ними диалог, если возникнет такая необходимость. Скорее всего, вам это и не понадобится. Но уверенность от понимания того, что вы продумали все варианты, однозначно появится. Способов борьбы со страхом публичного выступления много. Попробуйте. Выбирайте те, которые подходят вам и действуйте. Самый лучший способ – как можно чаще говорить на публике. Помните, друзья, беспокойство – это не проклятие, и его можно использовать с пользой для себя. Так что вперед, посмотрите своему страху прямо в глаза и убедитесь, что он не такой уж и ужасный.